Так, ребятки, ну что, всем здарова, мои хорошие! В общем, меня зовут Максим, добро пожаловать на канал, ставьте лайки и так далее. Подписочки, подписочки очень хорошо бустят, и у меня, между прочим, новый канал, вот этот вот, на котором вы меня сейчас смотрите. Поэтому проверьте на всякий случай, подписаны вы или нет, спасибо заранее огромное. И сегодня у нас, в общем, тема такая, стоит ли играть в L2 в 2022 году. Ну, понимаете, я захожу на YouTube, смотрю подобные ролики про другие игры, смотрю, сколько там просмотров, вот, у меня течет слюна, естественно. И давайте срубим просмотров на изичной теме и раскидаем вообще, стоит ли играть в L2 в 2022 году. Хм, вот, ну, естественно, мы понимаем, что линейка, она не только официальная, но и неофициальная, да, или, как называют ее, новопиратская. Вот, и мы сегодня будем говорить конкретно про российские официальные сервера, но так или иначе пройдемся по всем. И если говорить про российские официальные, то в основном мы будем говорить про хроники Essence. Это, как по мне, самые актуальные хроники на сегодняшний день. Прямо сейчас давайте сходу чекнем, допустим, да, онлайн всего вот этого вот безобразия. А захват экрана вот так вот сделаем, и, ребятки, как вы видите, в принципе, в принципе, вот у нас идут мейновские всякие сервера. Теперь сервера Classic или, как он теперь называется, Legacy. И вот здесь вот у нас, в принципе, Essence. Ну, по онлайну, слушайте, очень неплохо, на самом деле, на мейн-серваках все это дело происходит. Но, честно говоря, мейн-сервакик, вот лично по моему мнению, это немножко уже концепция сильно ушедшая от линейки. И плюс-минус что-то ее напоминает Classic либо Essence. Вот, и из этих двух поактуальнее Essence. В общем, для меня интереснее Essence. Я буду именно что про него в основном сегодня и говорить. И у меня, опять же, целый список здесь, пацаны, как вы понимаете. Вот, значит, про онлайн. Сразу, если уж на то говорить, у нас есть всего пять серверов. Три из них переполнены, два из них недополнены. Но мы ждем, что так или иначе нас замерзут. Кстати, я только что заметил, что у нас одно из окон, типа, дублирует другое. На самом деле, не так было задумано. Сейчас, буквально секундочку, мы это дело пофиксим. Сделаем вот так вот. Да, у меня как бы два разных окна. Вот, не стоит путать. Вот, значит, про онлайн. Три сервера переполнены, два сервера недополнены. Но так или иначе у нас будут в скором времени между этими двумя серверами вот эти вот трансплантации, трансформации. В общем, ну вы поняли. И все это уравновесится. Просто пока что иного не спешит особо объединять старые и новые сервера. Возможно, у нее какая-то супертрудная схема сейчас вырабатывается в главе. Как это более всего, как это максимально грамотно сделать. Вот. Соответственно, мы имеем пять серверов средней нагруженности. Да, потому что три переполнены. Два испытывают небольшой недостаток онлайна, как по мне. Вот. Дальше. Следующий по популярности вопрос, в принципе, который возникает у людей в головах, это что касательно доната. Все это якобы очень дорого. Все это якобы там невозможно играть без вложений каких-то реальных средств. И вот это вот все. В принципе, если вы старый игрок вот этот вот в линеечку, вы примерно прикидываете, что там даже со времен какого-то там 2007 года, очевидно, была схема, когда вы отдаете деньги за то, чтобы побыстрее себе размутить буст. Либо вы отдаете их администрации, либо вы отдаете их другим игрокам. В общем, так или иначе, за деньги в линейке всегда можно было бустануться. И взять и геройство, и эпики, и вообще все, что вы, в принципе, захотите. Потому что экономическая система в игре, она свободная абсолютно, как и пвп-система. Поэтому можно покупать и продавать практически все, что душе угодно. Вот. Поэтому, если говорить про донат, мы позже вернемся к вопросу вкладывания денег, к эффективности вложенных денег и так далее. Но я так скажу, что игра бесплатная. Конкретно сейчас я выквачиваю свою ИЕ-шечку без доната. И, в принципе, в принципе, я вижу, что я могу спокойно убивать мобов. Я даже иной раз как-то пвп-шусь с игроками моего уровня. Вот. Я могу что-то фармить, могу что-то добывать. И все это просто выливается в какие-то дополнительные затраты моего личного времени. Но удается экономить огромное количество денег. И ближе к концу месяца мы заценим результаты какие-то вот первые моей вот этой вот игры. И будет все классно. И, в общем, вернемся немножечко к донату чуть позже. Вот. Далее. Prime, ребята. Нужно понимать, что современная линейка. Как вы видите, оба окна у меня играют. А ручки-то вот они. Вот. Это не запись. Это автокач. И, в принципе, в линейке, как вы помните, есть какие-то вот активности, да, какие-то вот ивенты, какие-то праймы, какие-то РБ и так далее. А есть та стадия игры, когда вы просто тупо убиваете мобов. И в линейке, в современной, на официальных серверах вы можете просто самую занудную часть игры закинуть на автокач. Просто поставить персонажиков, чтобы они убивали мобчиков. Вот. Зарядить их расходочкой. И они идут просто сами качаются. Вам не обязательно сидеть реально очень много часов. Вот. Вы можете просто заходить вечером и сидеть столько, сколько вам хочется. Вот. А все остальное время персонаж сам по себе выкачивается. Естественно, все это дело очень меняется с развитием вашего персонажа. Потому что рано или поздно вы выходите на какой-то определенный буст. Попадаете в поле внимания, в поле зрения каких-то важных, смотрящих за вашими успехами людей. И в какие-то локации вас, допустим, перестают пускать. Потому что вообще непонятно, откуда вы, кто вы такой. Ну, в общем, некоторые сложности получаются у нас ближе к топовой игре. Но так, в целом, вы можете просто ставить персонажа и совершенно не запариваться. Да, иногда там вас может какой-нибудь шальной покослить. Но, с другой стороны, вы и сами можете пройтись просто по локации, зачистить ее полностью. Если хотите, возможно, выразить какой-то протест таким вашим действиям. Вот, идем дальше. Значит, долгие и быстрые сервера. Здесь вот стоит поговорить о том, что существует рынок фришек, существует рынок официальных серваков. И, в целом, я не говорю о том, что все фришки, они живут там просто считанные секунды, как бозон Хиггса какой-нибудь, да, химический элемент. Вот, однако, однако, нужно понимать, что если вы хотите долгой игры, то, скорее всего, вам на ROF. Среди фришек тоже есть подобные сервера, но, так или иначе, они не получают обновлений. И, в целом, игра очень сильно завязана на каких-то суперпостоянных вещах. А на ROF вы можете играть именно что в долгую. Это очень круто, залететь на месяц, типа, там, знаете, вот эту вот свою дозу линеечки получить и закругляться, и идти там дальше по своим делам. Но если вам хочется именно игры, растянутой на месяцы, года и так далее, то абсолютно точно это про ROF. И как бы вам там не обещали долгую игру на каких-то других серверах, ребятки, вот, какие бы именитые стримеры на некоторые разрекламированные сервера не приходили, все это довольно-таки быстро умирает. Но это, как бы, хорошо, потому что можно дальше идти на следующую фишку, да, вот, но это не совсем линяжный геймплей. И поэтому, как бы там ни было, есть несколько таких вот способов игры, но лично я, допустим, для себя убираю какую-то именно вот такую постоянную штуку. И здесь, как бы там ни было, мне, как линейщику, гораздо интереснее находиться. Вот, дальше польза от Big War. Ребятки, мы привыкли, что в линейке вам для максимально крутого развития вашего персонажа нужно выходить в какие-то топовые кпшки, в какие-то топовые вот эти вот кланы, играющие и так далее. На эссенсе, на сегодняшний день, что-то себе нажить в Big War это очень такое трудное дело на самом деле. И ребятки очень долго воюют и тратят много ресурсов за РБ, за возможность фарма РБ, с которого, скорее всего, выпадет гораздо меньше, чем они потратили на то, чтобы его отвоевать. И даже если говорить про какие-то времена затишья, да, когда Big War как такового нету и просто какой-нибудь клан в соло что-то хрючит, ничто не мешает каким-нибудь способным ребяткам прийти на этот сервер и повоевать, в общем-то, за этих РБ, которых убивают в одну калитру. Поэтому нету практически никакого смысла в плане развития вашего персонажа стремиться в Big War какие-то разборки, понимаете, да? То есть там люди просто меряются бустом. И здесь игра во многом в этом плане ориентирована на работяг. И нету никакого перевеса и нету какого-то суперогромного преимущества для тех ребяток, которые упарывают сюда, ну, крайне много времени. Да, и работяга обычный, в принципе, имеет во многом гораздо более эффективное развитие, нежели чем какой-нибудь там кибератлет. И вот, и это тоже, опять же, вполне себе адекватная вещь. Вот. Немножко непонятно, немножко нелогичное, но в каком-то плане адекватное. Здесь вот соглашусь. Вот. Дальше. Адекватность, ребятки, умеренного доната у меня следующий пункт. Вот, что я хочу сказать этим эпитетом. У нас есть какие-то, да, интересные акции, в принципе. Да, сейчас я вам просто покажу в магазине. Блин, у меня здесь... А, нет, у меня не вы... Вот, значит, захватываем экран. Вот, смотрите, к примеру, вот он магазин. И самые эффективные коробочки, это вот эти вот. 300-500 рублей. 800 рублей в месяц, грубо говоря, вы закидываете. И имеете гораздо больше, нежели чем вы вложили денег. Кроме того, в каждую акцию у нас есть, как правило, какие-то интересные стратегии, в которых мы можем очень мало каких-то игровых, опять же, ресурсов вкидывать. Вот. И при этом получать просто максимальный профит. То есть, есть такая вот игра вообще без доната, которую я сейчас практикую прямо перед вами. Есть игра с каким-то вот минимальным донатом. И есть уже там дальше какие-то космические вот эти вот приколы. И самый адекватный подход, это умеренный донат. Как бы там ни было, вы очень эффективно вкидываете там по 800 рублей, условно говоря, в месяц. И очень даже хорошо себя чувствуете. Вот. Более того, временами какие-то есть прикольные акции, где, опять же, можно вкинуть очень мало, а получить очень много. И я не говорю про какое-то там казино. Я говорю о том, что на аккаунт там дается возможность купить одну коробочку там задешево, которая содержит очень много всего. И потом уже докупать к ней другие, но они будут гораздо дороже. Там гораздо меньше ресурсов на единицу денег будет выходить. Вот. Такого плана. Поэтому нету вообще никакой мотивации закидывать сюда действительно какие-то большие суммы. И это уже для ребяток, которые реально хотят побегать и померяться просто пыпырками своими пожилыми вот этими. Вот. А для обычного игрока-работяги в этом нет на самом деле никакого смысла. Вот. И здесь мы медленно перетекаем в тему ПКП. Типа, да, окей, ладно, я понял, я могу поубивать мобов за недорого. Это круто. Может быть даже за бесплатно. Но я хочу драться с игроками. И это нормально. И я понимаю такую позицию. И именно поэтому в эссенсе, в сегодняшнем, есть мидваровские разборки. То есть собираются какие-то кланы-работяг. Да. Это не топовые пацаны. Это не те, кто там фармит топовых РБ и так далее. Но это работяги, которые сидят там на своих праймах. Да, там какое-то активное время. Они собираются под вечер, там два, два с половиной часика сидят, общаются, играются и так далее. И у таких компаний тоже возникают разборочки где-то вот на своем вот этом среднем уровне. И если говорить про вот этот вот мидвар, то здесь доступ к нему довольно-таки, довольно-таки легкий. Вот. То есть вы при какой-то умеренной адекватной игре вступаете в какой-нибудь вот такой умеренный адекватный клан. И там, в принципе, время от времени у вас будут возникать какие-то враги, на которых вы будете собираться, убивать друг друга там на АФК-охоте. Какие-то преимущества получать за счет командной игры, какие-то вот эти вот замесы организовывать, в принципе, вызывать там кого-то, да, иной раз подраться. И это тоже очень круто. И мидвар, на самом деле, это то, что родилось в линейке, конкретно в Эссенсе, относительно недавно. И действительно очень много работяжных вот таких вот кланов с обычными ребятами, с самыми простыми ребятами, которые тратят на игру, там, я не знаю, тысячу рублей в месяц и полтора-два часа, там, каждый будний день, там, да, к примеру. Ну, или хотя бы, там, каждый второй будний день. Вот. Они реально воюют друг с дружкой. Какие-то там альянсы выстраивают, какие-то у них отношения, дипломатия, какие-то правила, устои. И это, ну, это реально прикольно. Ну, вот, поэтому не переживайте, даже при самой умеренной игре вы найдете для себя здесь челлендж какой-то пвпшный. Вот. Та же самая Олимпиада, сколько обзоров я делал на персонажей, которые брали геройство. Как правило, это ребятки с довольно посредственным бустом, которые просто своим упорством, своей игрой доказали, что они действительно достойны звания героя на какой-то определенной своей крутой профессии. Вот, дальше. Дальше. Так, Мидвар. Значит, разнообразие профессий. Здесь мы потихонечку перетекаем к такому вопросу, как игровой баланс профессий вот этих вот. Фишка в чем? Наверное, еще, может быть, год назад или около того, даже, я думаю, месяцев 9 назад, довольно однозначно у нас, если говорить про пвп, то это пара-тройка профессий. Ну вот, парочка саппортов и все. То есть, какие-то бигваровские, какие-то топовые разборки. Это определенный пул персонажей, и кроме них никто особо не участвовал, потому что это было просто неэффективно. То есть, такой жесткий дисбаланс в плане пвп. На сегодняшний день, если говорить про бигвар, то это гораздо уже более расширенное такое разнообразие профессий. Какой-то пул вот этот вот, да, существует, довольно широкий. Вот, новые персонажи, какие-то новые, присущие именно эссенсу классы есть. Вот, какие-то старые профессии, которые, в принципе, немножечко получили какие-то обновления в свой адрес и вполне себе играются. Вот, но если говорить про мидвар, то здесь разнообразие профессий, оно гораздо более большое. И здесь, в принципе, может на каждой профе участвовать практически любой игрок. То есть, нету ограничений в том плане, что вы выбираете какую-то профу и понимаете, что она вообще не может пвпшиться, допустим, да. Нет, в мидваровских разборках, в принципе, любой персонаж, любой активно играющий игрок, это будет круто и классно. И мы видим, в принципе, обновления, которые постоянно, постоянно, постоянно у нас увеличивают шансы попадания в какие-то разборки очень разнообразных пацанов. Вот, и в этом плане, конечно, у официальных серверов всегда есть огромнейшее преимущество. Потому что, если мы постоянно получаем обновления, то у нас постоянно игра как-то меняется и какое-то разнообразие присутствует. Если говорить про какие-то интерлюдовские истории, там, C3, C4, там, да, тот же HF. Ну, не знаю, ребят, придите на хрониках High Five за БД на Олимпиаду и попробуйте кого-то побить. Нет, у вас никогда это не получалось ни у кого, и никогда это ни у кого не получится. А я, может, люблю играть на БД, а я, может, хотя бы хочу иметь шанс рано или поздно кого-то начать там побеждать. Нет, этого не будет на каких-то обычных хрониках, каких-то стандартных базовых. Да, мы их очень любим, но, к сожалению, у них существуют некоторые недостатки. На Essence подобных вещей нет, и здесь рано или поздно мы все так или иначе получаем по заслугам. Какие-то классы становятся более актуальны, какие-то менее. И вот эта вот живая система баланса, она реально работает и работает довольно-таки не то, чтобы прям супер успешно, не то, чтобы прям супер шустро, не то, чтобы здесь идеальный баланс, но потихонечку-потихонечку этот вопрос налаживается. И это просто не может меня не радовать, потому что линейка известна своей широкой классовой системой, и реально каждая профессия должна вместо быть так или иначе в каких-то разборочках, пвпшных и пвешных приключениях. Вот, и это круто. Вот. Ну, опять же, обновления, да, с которыми нам приходят иной раз крутые пвешные акции, между прочим, да, это тоже нужно учитывать. Так или иначе, постоянно идут какие-то пве активности, в которых действительно какой-то рядовой игрок имеет шанс очень серьезно так подхрючиться и иметь вот этот вот успех. И как-то вот классно проявив активность в определенный период, вы получаете шанс на то, чтобы вытащить из определенных ивентов какие-то крутые штуки, которые всегда можно, допустим, продать на рынок или просто повесить на своего персонажа, и за счет этого, конечно же, очень жестко ускорить свое развитие. Вот. Это в общих чертах описание игры на Essence в 2022 году. Я постарался как-то все это дело не затягивать, и с точки зрения игрока, который, в принципе, ну, полтора года уже довольно плотно сидит на Essence, плюс-минус вам все это дело сегодня постарался пояснить. Огромное спасибо за просмотр, заходите обязательно на канал еще, не забывайте подписываться, ставить лайки. И если вы хотите в чем-то поспориться, обязательно пишите в комментариях, и давайте устроим, возможно, дискуссию и поставим на обсуждение некоторые вопросы, которые я сегодня поднял. Еще раз огромное спасибо за просмотр, и совсем скоро увидимся в следующих роликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok